У вас есть разрешение на торговлю? Ухожу сейчас! Все, давайте. Только при одном виде камеры уличные торговцы начали разбегаться в разные стороны. Порядка 20 продавцов пытались запаковать свою продукцию и покинуть улицу Фрунзе, где расположена крупнейшая в городе торговая точка. Те, кто собрать вещи не успевали, на ходу придумывали себе оправдание. Купила, молодой человек. Капусту купил, щи варит. Вот не мая трехчина. Вы купили и перепродаете, правильно? Нет, я купила и домой иду. А коробки? А коробки для удобства? А коробки не знаю для чего. В основном здесь только пенсионеры, которые пояснили, что торгуют на улице не от хорошей жизни. Продавая что-нибудь ненужное, они могут получить хоть какие-то средства. Другого места для торговли они не нашли. На рынке-то нам тоже нет места пенсионерам. Сколько мы говорили, сколько мы писали, чтобы нам отвели. На всех этих рынках есть места для пенсионеров бесплатные. Пусть немножко, но есть. А тут вот поставили 10 столов. 50 рублей заплатил. А мне товар на 50 рублей. Больше сотрудников СМИ торговца боятся только представителей правопорядка. И инспекторов управления по административно-техническому надзору. Продавцы понимают, что нарушают закон. А за это грозит штраф. За первое нарушение 1000 рублей, за повторное 5000. Если оплата в течение двух месяцев не произведена, то вот мы организуем такие рейды. То есть мы берем самых основных наших штрафников и совместно с судебными приставами выходим, описываем имущество, арестовываем это имущество. Ну, естественно, это делают судебные приставы, а не мы. И затем также взыскиваем, судебные приставы уже взыскивают в принудительном порядке ту сумму штрафа, которую он должен в бюджет города. Излюбленных торговцами мест в Туле более 10. Например, их постоянно можно встретить на Первомайской. Мы пообщались с продавцами, но уже под видом простых покупателей, чтобы лишний раз не пугать. Конечно, ни разрешения на торговлю, ни санитарной книжки у них не оказалось. Все гарантии только на словах. А письменную гарантию дадите? Ничем не опрошу. Печать поставить сейчас. Никакой фигни. Потому что мы сами видим. Не, а серьезно, какой-нибудь документик у вас есть, удостоверяющий, что... Собой? Да. Своё? Что имеете право, да. Книжка есть с удовольствием. И если я приду, вы гарантируете, что огурчики у вас были свежие, огурчики были сертифицированы, скажем так. Ой, ну вы сейчас наговорите. По соседству находится нестационарный объект. Мы также, как простые покупатели, хотели узнать, откуда привезены, например, нектарины. В предоставлении документов на продукцию, которые вправе запросить любой покупатель, нам отказали. Документы, но я вам все равно не покажу. Вы никто. Вы никто. Как только продавец узнала, что продукция интересуется съемочная группа, она резко сменила тон и показала все разрешения. О, мы даже встали, знаете, когда, чуть не в начале мая, потому что пока вот эту палатку заставили, другую совсем палатку. У нас все есть. У нас все есть. Грубо говоря, палатка имеет право находиться в этом месте. Ну а кто нам разрешит здесь милиции каждый день? Вот бабок-то они гоняют, они гоняют бабок. Статистика удручает. В ходе объезда основных торговых точек центральной части города только один предприниматель, пусть и не сразу, но смог предоставить документы, которые по закону должны быть у каждого. Санитарная книжка есть. Разрешение на уличную торговлю тоже. Эти документы дают нам уверенность в том, что купленные нектарины безопасны для здоровья. Осталось проверить их на вкус. Думаю, с этим справятся сотрудники нашей редакции. Илья Логинов, Андрей Ремезов. Новости Тулы.